30 марта в тренажерном зале «Белатар» состоялся семинар с уроженцем Хасавюрта, профессиональным бодибилдером классом «Мэнфизик» Соломбеком Гакаевым. Спортсмен старался донести главную мысль своего выступления о том, что бодибилдинг в целом является здоровым образом жизни. Кроме того, пытался развеять старые стереотипы по поводу мнимого вреда от специального спортивного питания. Было дано множество компетентных советов для людей, страдающих ожирением, или же наоборот, чрезмерной худобой. Подчеркну, что занимаясь бодибилдингом, человеку нужно соблюдать особый режим, как питания, сна, так и физических нагрузок. Бодибилдинг – это и есть самый здоровый образ жизни, который ведет человек. То есть тут он полностью контролирует еду, можно сказать, которую он кушает. Допустим, взять бодибилдер, практически любой он ест ни сахара, ни мучного, ничего не ест. Если просто человек, допустим, откажется от этого, допустим, от сахара, от того же хлеба, допустим, он сам будет замечать, как он теряет ненужное. Тем, кто хочет, допустим, скинуть вес, то есть они должны в первую очередь поправить свой рацион питания. То есть именно, допустим, если первое время взять, записывать то, что он ест, то есть в течение, допустим, месяца он уже сможет проконтролировать свой рацион. Если он не знает, то он должен, соответственно, обратиться к специалисту. Тот человек, который кушает очень много и не может набрать, соответственно, у него такой обмен веществ быстрый. Таким людям сложнее масло набирать. То есть такие люди и должны есть постоянно, постоянно есть, то есть без остановки. Если он даст какую-то остановку в процессе этого всего, то есть все, опять прекратится этот масло набор. Взять худого человека, он говорит, что он ест много и он не может набрать масло. Соответственно, он кушает много, но не постоянно. Дело-то в постоянстве. Также на семинаре была проведена дегустация протеина Pure Protein. Спортсмены смогли оценить и проверить на себе качество и безопасность продукта. Сами участники высказали свое мнение о спортивном питании в качестве добавки к ежедневному рационе. Спортивные добавки, они именно для этого и придуманы, чтобы, когда тебе необходимо, ты мог заменить прием пищи определенными протеинами, аминокислотами и совершенно различными другими добавками, которые тебе необходимы под заданную цель. На Северном Кавказе спортивное питание еще так не прижилось и в умах наших людей это является чем-то страшным, чем-то злым, чем-то вредным. На самом деле, во всей европейской части нашей страны спортивное питание – это уже повседневная, обычная вещь, которая чуть ли не в любом хорошем супермаркете продается в свободном доступе. Данное мероприятие проводится в Хасавюрте впервые. Как подчеркнул Соломбек, это не последний семинар в городе с целью довести до людей правильное понятие о бодибилдинге, как о виде спорта. Мои пожелания всем, друзья, ведите здоровый образ жизни и даже в общем смысле скажу, что протеин даже не вреден, он даже очень полезен. Это простая пищевая добавка, которую также дают и детям. Детям даете на нутрилон, это вот то же самое. В принципе, они ничем не отличаются, только по количеству белка и все. Бодибилдинг широко распространен в Соединенных Штатах Америки. Впрочем, как и в европейских странах, как сказал сам Альнор Шварценеггер, бодибилдинг – это великий вид спорта. Абдулла Алиев, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс». 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 Абдулла Алиев, сам hacia abductом «Пульс».